Меня зовут Нина Калаус. Немножко неправильную фамилию прочитали, но ничего страшного, так бывает. И поговорим мы о том, как выжить в региональной студии в сложное для всей страны время. Я представляю студию Magwai. Есть такая студия, входит она в различные рейтинги. Я не стала сильно хвалиться, такими рейтингами мы обладаем, но скажу так. К сожалению, Bittrex мы начали недавно осваивать, об этом я скажу тоже, и как на нас повлиял кризис, и почему мы стали его осваивать. А так мы входим в рейтинг Рунета, мы входим в теглайн. В рейтинг Рунета мы входим в два рейтинга. Это рейтинг студий, работающих с крупнейшими компаниями России и мира. И рейтинг просто ведущих веб-студии России. Входим уже четыре года. В теглайн мы входим как дизайн-студия, об этом тоже поговорим. О позиционировании, о том, как надо правильно его делать и в нужное время делать правильные ставки на правильное позиционирование. И входим как аутсорс-разработчики, и об этом тоже поговорим. Да, мы семь лет на рынке, на самом деле опыта у нас больше, мы десять лет, можно сказать, на рынке, потому что мы родились, три человека откололись от достаточно крупной студии, которая написана вот на том стенде. Нина? Нет, это не битрикс. Потом в кулуарах, потом можно поговорить об этом. Делаем мы очень-очень-очень много, потому что команда небольшая, 20 человек, находимся мы в регионе, в городе Волгоград, работаем с Москвой. И мы очень-очень много работаем, и поэтому много работ сделали. Проекты наши не все, конечно, ну такие вот, которые мы хотим показать, да, то есть это военно-промышленный банк, программирование мы для них делали, компания Epson, мы тоже о ней поговорим. Мы сейчас являемся бэк-офисом компании Epson, мы поддерживаем все сайты, которые есть у компании Epson, Россия и СНГ, и также партнерскую зону, которая есть в России и СНГ и в Европе. Ну и вот одна из неплохих работ, которая мне нравится, это для рэпера Карандаша, у него там, кажется, должна скоро быть какой-то концерт в городе Москва. Да, там еще перечислены бренды, да, Сагас, Роснефть, ТРК Рио, для москвичей известный ТРК. Поговорим о кризисе. Действительно, кризис шагает по стране, и все чаще и чаще началось, это, наверное, года с 2014 еще, когда начались колебания курса валюты. Есть такие вещи, как банкротство предприятий, часто проскальзывают в социальных сетях о судебных разбирательствах, о том, что студии суются с клиентами, которые не хотят платить за выполненную работу, банкротятся, тоже не платят, да, соответственно. И компании тоже отказываются, да, от всех видов рекламы, такое есть, потому что непонятно, во что вкладывают. Вкладывают сейчас в интернет рекламу, делать активную ставку на это, либо продолжать, как по старинке, в офлайн рекламу, или просто продержать деньги. И непонятно, об этом говорят все, об этом говорят и не только СМИ наши, да, и вот в сообществах витают различные идеи, что вообще, что нас ждет. Что ждет в страну в целом, что ждет рынок, в принципе, веб-разработки, да, все, наверное, ну, многие, наверное, знают, помнят статью Михаила Токовинина, да, которая была на Цукерберг позвонит, на vc.ru летом, о том, что нас ждет такая мягкая смерть. И вот непонятно, что это действительно так, это не так, еще вот кризис нагрянул, либо наоборот, некие прочат, что это будет не быстрый какой-то спад, или не плавный спад, там плавная смерть, что это будет некий стремительный подъем, потому что все резко уйдут в рекламу. Говорят, называют такие цифры о том, что если 20% компаний, которые не захотят вкладывать в интернет рекламу, не захотят выходить в интернет, не искать клиентов, не будут искать клиентов в интернет, в интернете, они умрут, закроются и так далее. И вот непонятно, вроде мы сейчас будем в шоколаде или нет, не ясно. И вот как раз кризис это время, да, как говорят, кризис это возможность, это время принимать самые правильные решения. Тут нет правил, нет возможности, нет возможности сделать ошибку. И есть компании, да, вот мы уже не первый раз сталкиваемся сейчас с кризисом, но, конечно, те компании, которые там в 98-м году сталкивались с кризисом, их очень-очень мало, ну, есть они, тем не менее, но имеют в виду именно в сфере веб-разработки. Но есть компании, которые столкнулись в 2008-м году с кризисом, было мягче, чем сейчас, я могу по себе это сказать, потому что открылись мы в 2009-м году, в самом-самом начале. Идея открытия студии была в 2008-м году, в 2009-м мы все-таки сделали это. И так получилось, что тогда, в тот момент, не было возможности кому-то подсказать, как делать, что делать, не было там какого-то наставника, учителя. И мы для себя сформировали некий набор правил, которые, на наш взгляд, неплохо действуют в кризис. Во многом это интуитивные решения, которые мы принимали, смотрели, пойдет, не пойдет, получится, не получится. Но вот некоторые пошли, и мы об этом поговорим. И первое самое правило, которое мы приняли, да, надо выйти за пределы региона. Действительно, так сложилось, но вот мое такое личное мнение, что большое количество денег сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге мы редко работаем, работаем с Москвой. Так получилось, что мы с Волгоградом практически не работаем. И с Москвой неплохо работать, хочу сказать. То есть мы сразу спозиционировались таким образом и начали работать с Москвой. Но представьте себе ситуацию, да, что вы выходите на московский рынок. И если в Москве вообще или в Санкт-Петербурге, там, или в Москве-Санкт-Петербурге вместе, очень-очень много компаний, да, там кто-то выделяется, кто-то нет, кто-то ходит, кто-то рейдинг, кто-то нет. А представьте себе, если вот вся Россия захочет приехать в Москву, что это будет, да, Москва тоже не резиновая. И тут надо каким-то образом сделать так, я сейчас объясню каким, ну, как вот, опять же, как у нас это работало, предоставить некие уникальные услуги, сделать акцент на качество. Дело в том, что вот, например, мы, ну и не только мы, участвуем в различных тендерах. И в тендерах обычно, если там это адресные тендеры или неадресные тендеры, когда просто вот рассылка там по студиям, иногда там кто-то кому-то скажет, кто-то опять там пришлет какое-то коммерческое предложение, да, вот представьте ситуацию, что заказчику присылают 100-150 коммерческих предложений, у него глаза разбегаются, он не понимает, у одних цены одни, у других другие. Одни берут там за одну работу одно, другие берут другое. Непонятно, что. И вот тут такая ситуация, что нужно показать себя и проявить себя, чтобы клиент увидел именно вас. А для этого нужно правильное позиционирование. Об этом очень много говорит Андрей Терехов, и мы тоже в свое время, и сейчас тоже смотрим различные его видеокурсы, читаем его статьи. Все правильно, он говорит, нужно правильное позиционирование. Вот кризис – это такая вещь, нужно понять, что вообще мы из себя представляем. Бывают ситуации, когда, ну не то, что бывают ситуации, а обычно происходит так, что мы расслабляемся, все идет, все неплохо, вроде там бизнес идет, работа идет, все хорошо, гиды, клиенты есть. Мы расслабляемся, и вот эту конкурентную способность мы теряем. А конкурентную способность заключается в правильном позиционировании. Необходимо понять, что мы делаем лучше всего, не распаляться на все, как некоторые студии открывают вначале веб-студию, потом начинают брендинговое агентство, потом еще что-то. И в итоге там обычно, может быть, интернет-реклама к этому примешивается. В итоге получается такая ситуация, что правильного позиционирования его и нет. А нужно понять, что мы делаем лучше всего, и заняться этим делать. И получается так, да, что… У нас немножко не так презентация, но ладно, я буду рассказывать по ходу. Да, значит, смотрите, конкурентное преимущество. Дело в том, что конкурентные преимущества, и они могут быть разные, но можно выделить два основных. Первое – это либо вы делаете ставку на то, что легко увидеть, то есть это какой-то качественный, креативный, интересный дизайн. Именно такую ставку мы сделали в 2009 году. Когда мы делали красивые какие-то иллюстрации, мы сделали ставку на 3D иллюстрации, на красивые рисованные иллюстрации, делали красивые промо-сайты. Это дало нам некую форму, это привлекло нам клиентов, я расскажу дальше, каких конкретно. Тот же самый Epson к нам пришел как раз на промо-сайты. Но надо прислушиваться к рынку, надо смотреть, что работает в данный момент. Сейчас, например, я писала об этом в Фейсбуке, писала некоторые статьи на эту тему, на CMS-магазин. Мы, например, отказываемся от такого красивого дизайна. Мы расстались со всеми иллюстратами, которые были у нас, потому что сейчас это не работает, сейчас это не продается. Сейчас большой спрос на программистов. И действительно это так. К программистам предлагают сумасшедшие зарплаты. И у меня есть много примеров, когда людям в Силиконовых долинах действительно платят такие деньги, которые вам пишут в Фейсбуке. Это 10-12 тысяч долларов за вычет уже без налогов. И в Москве платят большие деньги, и в регионах стараются платить большие деньги. Но если вы можете вырастить у себя программистов, а так делают многие компании, особенно благодаря Bittrex тоже, благодаря сертификации, можно взять людей буквально, можно сказать, не со школьной, но с институтской скамьи, и выучить их. И вот собрав эту команду, вам действительно цены не будет. Вас заметят и к вашей конкуренте, и отдавать вам на аутсорс какие-то работы. Это действительно хорошо, потому что в кризисе по споре любое. Например, тот же самый Сибирикс, Владимир Звертайлов, он рассказывал, что в 2008 году они вполне не глушались работами по аутсорсу, и что это очень хорошо им помогало справиться с кризисом, когда они там воду наливали из чайника себе в кулер. Было такое время у всех сложное. И вот поэтому мы сейчас делаем ставку на такую высокотехнологичную команду, и мы действительно, я могу сказать, что это работает, и там можно потом будет обсудить, как и что, как это происходит. Но тем не менее, мне кажется, что это вот та ниша, которую стоит сейчас занимать, потому что по факту, казалось бы, да, программисты есть, программистов много, но тех, кто решает сложные задачи, делают высоконагруженные проекты, их очень-очень мало. И если есть такая возможность в вашем городе создать такую команду, потому что сейчас все московские студии, многие московские федеральные студии совершают экспансию в регион. У многих крупных студий, которые входят в топ-10, топ-20, у них есть офисы в Новосибирске, например, в Ульяновске. Почему? Ну не просто так, а потому что, в общем-то, не очень дорогая рабочая сила дает возможность на этом зарабатывать. Так вот, преимущество конкурентное ваше может привлечь бренды. Бренды – это вообще такая штука, ну вот, может быть, я большая, но беру сказки, но тем не менее, я считаю, что бренды, если вам посчастливится там быть в тендере или, например, действительно, заполучить из тендера бренд, надо просто на него держаться вот всеми силами. Ну, с умом, конечно, там не делать плохо, ну, в плане не делать плохих проектов, плохих сайтов, потому что потом можно очень сильно опозориться с этим, но, тем не менее, держаться за них. Почему? Почему? У нас как раз слайды другие. Как раз у программиста мы говорим, да, работа с брендами. Работа с брендами – это действительно пропуск первого эшелона студии. Почему? Потому что вас замечают конкуренты брендов. Это действительно так. Если вы поработали с хорошим банком, другой хороший банк придет к вам. Если вы поработали с клиникой, другая хорошая клиника придет к вам. Ну, это прописная истина, на самом деле это так. Потому что есть некая аналитика, которую вы проводите. Ну, если вы грамотно делаете сайты, да, продукты настоящие, а не так вот, что там шаблон развернуть. Вас замечают конкуренты бренда, к вам приходят, потому что они знают. Вы уже знаете эту сферу. К вам можно прийти. И поэтому у вас появляются качественно хорошие проекты в портфолио. Вас замечают ваши, да, конкуренты в сфере веб-разработки. Это тоже хорошо и нужно. Любите своих конкурентов, потому что они потом проголосуют за вас в различных рейтингах. Потом, может быть, отдадут вам что-то на аутсорс и тоже вам помогут выжить. А мы сейчас говорим не о том, чтобы прям так вот прославиться хотя бы, а о том, чтобы выжить сейчас. И, конечно же, бренды дают участие в конкурсах рейтингов. Почему? Я недаром начала доклад о том, что сейчас идет сокращение бюджетов, потому что сейчас, вот недавно я просила CMS-магазин дать экспертное мнение о том, что действительно сейчас многие компании, вот сами заказчики уходят в регионы. Это действительно так. Потому что сейчас идет сокращение бюджетов и за счет этого бренд-менеджеры, креативные руководители, креативные менеджеры пытаются найти хорошее качество при относительно недорогой цене. Уже не могут они платить за промо сайтом 2,5-5 миллионов. Некоторые могут, некоторые не могут. Те, которые получают в валюте, например, та же самая, как компания Epson, у них хорошие бюджеты, они могут это делать. А многие, которые в рублях, естественно, все сокращается. И поэтому вот эти конкурсы и рейтинги, в которые вы попадаете, мы, например, попали в первый конкурс, в первый рейтинг в 2011 году. И как раз вот компания Epson в рейтинг веб-студии, работающая с лучшими компаниями России и мира. И туда смотрят как раз ваши потенциальные клиенты, бренд-менеджеры, креативные руководители и так далее. Да, и вот тоже еще одна особенность кризиса в том, что необходимо предоставлять заказчикам и крупным брендам именно те услуги, которые нужны. Кризис – это не время отказываться. У нас была такая история, как раз вот с той же самой, никак не замолчу про Epson, потому что действительно интересная история с ними случилась. Они пришли к нам за промо-сайтом. Мы сделали им промо-сайт для линейки печати СМПЧ в 2011 году. Потом был чемпионат мира в 2012 году. И они попросили сделать промо-сайт для чемпионата мира. И там уже был сложный детализатор, который нужно было сделать, ну, сложно решить задачу. Мы сделали. Тогда у них сайт был от артикул медиа, и отдали они за него очень-очень-очень большие деньги. Это как нам потом сказали. И они сказали, ну, не нравится сайт. И вроде вы его можете. Давайте посмотрим, давайте попробуем. Но проблема была одна большая. В том, что Нидерланды, которые находятся в главной офис компании Epson, они сказали, только Bittrex. Ну, вот так. Никакая другая система. А в то время Магвай работал, не работал с Bittrex вообще. У нас не было ни одного программиста на Bittrex. И мы сказали да. И тут, да, это был полный фейл, и нам нужно было что-то с этим делать. Мы начали судорожно. Мы думали, сейчас найдем человека, будем платить ему хотя бы, боже, большую зарплату. Ну, то есть надо как-то выкручивать ситуацию. И тут нашли, что оказалось, что наш один из ведущих программистов, который работает на фреймворке. Тогда, да, мы работали на фреймворках. Это был Zen фреймворк, UI, коды, Igniter и так далее. Сейчас тоже мы поддержим их, но в первую очередь это Bittrex, конечно же. И мы начали работать с Bittrex. Причем мы думали, что вот мы сделаем сайт для Epson и успокоимся. Но оказалось не так-то. Просто все. Bittrex это не оказалось разовой истории. Оказалось, именно, можно сказать, наш теперь, наши кредо, теперь мы им занимаемся. Потому что все крупные компании, более-менее, которые приходят, с которыми некоторые у нас в NDA, не все работы в портфолио, конечно, выложены. Не под всем можно ссылку свою поставить. Они просят Bittrex. Да, это как раз как к нам пришли компании Epson. Это действительно цитата из письма бренд-менеджера. Мы были в шоке. Когда мы увидели вообще вот это, то есть мы смотрим, там написано Epson.ru. Ничего себе. Может, нас разыгрывают? Нет, нет, нет. Это просто прислал человек, бренд-менеджер компании Epson, с которым мы сейчас работаем вот уже пять лет. Нет. Мы подумали, что нас разыгрывают вообще, что происходит, потому что мы небольшая студия региональная, работаем с Москвой, тем не менее. Да, вот. Это проекты компании Epson, с которой мы сейчас работаем. Я остановлюсь очень кратенько на них. То есть это основной сайт Epson.ru. Это партнерская зона Epson, как раз я и говорила. Сейчас это Россия, СНГ и европейская зона. И фотоконкурс Epson. Опять же, там если останется время или там кому-то будет интересно, расскажу. Действительно, очень сложные задачи решаются. Даже вот, честно, удивляешься, как люди могут. Ставить задачу, например, отслеживать по трекеру активность, то есть прям где человек находится. Идет интеграция с API сайта, с API партнерской зоны, с мобильной версией. И они так вот отслеживают. Назвали проект Око Саурона у себя в компании. Очень сложно, долго делали на Битриксе. Хотя от Битрикса там, конечно, осталось почти одно название. Они даже его не обновляют. Но, тем не менее, Битрикс они любят и им рекомендуют, чтобы это было на Битриксе. Да, собственно, хотелось подвести некий итог, что действительно кризис – это возможность. Хотелось, на самом деле, сказать намного больше, чем удалось. Но есть некий тайминг, некий регламент. Пытайтесь сделать что-то хорошее. Как вы правильно, я сейчас достала в конце уже выступления Михаила Токовинина. Честно могу сказать, мне очень импонирует этот человек. И он правильно сказал, что бизнесмен – это не тот человек, который хочет заработать денег. Это тот человек, который хочет какие-то личные мотивы. Кто-то хочет делать хорошо, кто-то хочет прославиться, кто-то еще что-то хочет. И зачастую, когда мы входим в процесс организации студии или чего-то еще, какого-то бизнеса, мы настолько погружаемся в этот процесс, а если все еще идет хорошо, мы расслабляемся. И получается очень сложно посмотреть над ситуацией, посмотреть, что сейчас плохо, что сейчас не хватает. Может быть, в клиентском сервисе, может быть, не те технологии вы сейчас используете, может, продажник у вас плохо продает, и нужно что-то с этим делать. А кризис – это возможность, она позволяет не быть в заточении вот этой стагнации. Эта возможность сразу, так как порог входа в рынок очень маленький, то есть, ну, не знаю, может, действительно студенты могут почти заниматься этим всем, но это отсекается. И вот кризис как раз именно этим и занимается, что отсекает все то, что делается некачественно, плохо. И поэтому надо любить свои работы и делать качественно. Пожалуйста, секундочку, я дам микрофончик. Здравствуйте, меня зовут Юлия Ведросова из города Армавир. Я вот хотела бы у вас спросить, какой ценовой рейт, ну, вот за час для региональной студии вы считаете конкурентоспособным? Потому что я так поняла, что, ну, вы считаете, что московские заказчики уходят в регионы ради низкого рейта? Да. Какой рейт? Какой рейт? Я могу сказать, что, например, мы входим в рейтинг аутсорс разработчиков теглайна, да, с одним из самых низких рейтингов, это 500 рублей в час. Это очень мало. Сколько? 500 рублей в час. Это очень мало. И мы это прекрасно понимаем. То есть, когда они собирали данные, это было, наверное, ну, очень, кстати, давно, у них очень странная история попадания нас в этот рейтинг. Некоторые говорят, что теглайн – это такой личный блог Алексея Раменского, где он там сам переставляет места. Как вы выходите в рентабельность при таком рейте? Наш рейт сейчас 1000-1200 рублей часто. Именно так мы работаем по аутсорсу. Как вы выходите в рентабельность? Мы много работаем. Очень много, действительно, это так. Нас как-то спросили, вот я выступала, наверное, лет, даже год-четыре назад, и спросили, вот, ребята, вот, ну, вы работаете, да, ну, кто-то там выпускает, там, 20 сайтов, там, кто-то 30, но у вас реально так много работ. Мы говорим, да, у нас реально так много работ. Мы очень много работаем. У нас это такой перманентный ад в студии. У нас еще есть время пообщаться, пожалуйста, может быть, еще спросишь? Может быть, еще хочешь? Я тогда, ну, раз вы сказали, что вы ходите в рентабельность, мне хотелось бы знать, какая у вас норма рентабельности? В смысле, норма прибыли, да, вы сейчас говорите? Ну, да, по-разному это называется. Нормально для рынка, насколько известно, это порядка 22-20%. Вот, в нашем случае это порядка 27-29. Действительно, у нас есть человек, это генеральный директор нашей студии, один из основателей, я тоже являюсь одной из основателей студии, и он как раз считает, он занимается этим, вот, и действительно так. Я была готова к вашему вопросу. Пожалуйста, еще вопросы? Я просто смотрела итоговый отчет его в 2015 году. У тебя еще есть 5 минут, если хочешь, можешь еще поговорить. Если есть что, если нет, мы будем приходить ищем вот так вот. Нужно. Спасибо большое. Меня зовут Екатерина, компания InfoSpice. Мне очень все понравилось. Я хотела спросить про неконкурентные преимущества, потому что конкурентные, ну, понятно, деньги и деньги, это не так интересно. Интересно, что вы можете, что не могут все остальные. Вот, как раз мы с этого и начали. На самом деле, когда я выступала примерно с похожим докладом в Саратове, я потом его модифицировала перед тем, как выступать здесь, там было очень много наших картинок, и я подумала, наверное, это будет как-то не очень хорошо. Я не люблю вообще рекламу. Как-то один раз меня обвинили в такой, в рекламном докладе, я очень обиделась и постаралась учесть это. Я надеюсь на это, что у меня вот и получилось. Вот, да. Да, первоначально мы делали уникальные иллюстрации. Вот, то есть у нас был иллюстративный дизайн, нам даже одна из студий, которая там написана, с которой мы вышли, предлагала объединиться, потому что у них была очень хорошая функциональная часть, хорошая, да, вот, то есть они большие, и у них там много программистов. Вот, а мы, где мы, небольшие, но креативные были на тот момент, рисовали от руки иллюстрации, различные детские сайты. Мы делали в 3D различные иллюстрации. Вот, например, сейчас одной из фишек, которую мы продвигаем, мы не оставили это окончательно, например, мы работаем застройщиками, мы можем сделать от, ну, начиная от брендинга, там, ну, мы не очень любим брендинг, у нас есть просто специалисты, которые его делают, хорошо, но не очень любим его предлагать. Мы делали 3D-рендеры по чертежам, затем сделали сайт, там, такой сложный, с подборами, там, квартир, вот, и вот, с красивыми как раз вот этими 3D-рендерами. Потом их использовали в рекламе, компания, вот, то есть, можно сказать, к нам может прийти с чертежами, и с чертежами уже получить полностью рекламный материал, начиная брендинг, заканчивая вот этим всем, то есть, в автокаде чертежи были, мы их в 3D-рендеры обернули. Вот, то есть, это такое, говоря, преимущество, то есть, мы когда даже вот сейчас в личных тендерах, мы показываем свои сайты, и они говорят, о, это классно, это здорово, на ревизионе нас любят.